Один миллион за один месяц. Донать на РЭП для повитерных сил ЗСУ. Посылание на банку в описании к каждому видео на нашем ютубе. Это было с февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение российское. С тех пор ставка сокращалась и сейчас она снова начала расти. То есть ситуация кризисная в экономике российской, насколько она казалась в начале марта, в конце февраля 2022 года. Что это означает на практике? Вот это повышение ставки ключевой с 18 до 19 процентов. Тут, конечно, финансовая информация, она не столько общечеловеческая, скажем так, но она суперважная. Она говорит о том, что в действительности экономика российская разваливается просто на глазах. Повышение этой ставки означает, что нынешние действия Центрального банка российского, российского правительства, президента и так далее никак не могут привести к тому, чтобы побороть инфляцию. Инфляция в России растет и развивается, причем она растет и развивается уже какими-то немыслимыми темпами. Почему я так говорю? Да потому что, когда летом еще поднимали в предыдущий раз ставку ключевую с 16 до 18 процентов, тогда было сказано, что вот с помощью этих 18 процентов Центральный банк России нанесет решительный удар по инфляции, просто обезглавит и обезоружит, и инфляция упадет мертвая, начнет дергать одной ножкой, пока окончательно не сдохнет. Но на самом деле инфляция себя чувствует прекрасно и даже продолжает расти. Собственно, именно поэтому сейчас эту ключевую ставку и повысили. Что такое высокая инфляция? Вот та самая инфляция, которую российские Центробанк и все остальные никак не могут победить, это инфляция высокая равно смерть экономике. Если совсем коротко и упрощенно, скажем так, такую метафору можно применить, что высокая инфляция означает, что производить что-то, это не метафора, а сравнение, означает, что производить что бы то ни было в этой экономике невыгодно. То есть никаких денег это производство не приносит. Любые инвестиции сгорают. Сколько бы ты ни вложил в производство, чего бы то ни было, когда ты это продашь, ты получишь меньше денег, чем ты вкладывал. Поэтому лучшее, что можно сделать в текущих обстоятельствах, когда у тебя инфляция высокая, это все продать и свалить куда-нибудь туда, где инфляция поменьше. Смотрите, вот тут уже метафора пойдет. Если экономика это организм, то в организме этом, в экономике кровь это деньги. Они туда-сюда циркулируют, переносят полезные вещества по этой экономике и так далее. А вот инфляция в этой системе координат это кровоизлияние. Это когда деньги выливаются понапрасну из организма, не выполняя никакой полезной функции. Это пустые деньги, которые просто забивают, заливают и вообще никакой пользы не приносят. Но сильное кровотечение, оно, знаете ли, ослабляет организм. Если оно слишком сильное, то организм на каком-то этапе просто умирает. Вот даже для здоровой экономики высокая инфляция это очень большая проблема. Это просто страшная проблема, которая может закончиться очень плохо. Сколько раз мы видели дефолты в Зимбабве, в Аргентине, в каких-то других странах, как раз из-за того, что там начиналась безумная инфляция, экономика просто разваливалась. Она дальше не могла функционировать, приходилось объявлять дефолт. В России такая же история была. Приходилось объявлять дефолт и в результате как бы перезапускать экономику. Но это даже для здоровой экономики большая проблема. Для больной экономики, для экономики такой кастурбатой, какой сейчас является экономикой российской из-за того, что она военная, высокая инфляция это просто гибель, это смерть. Не сразу, конечно, но неотвратимо. Если только не получится остановить эту инфляцию, остановить это кровотечение, то смерть обязательно настанет. И Центральный банк России, повышая ставку ключевую, вот как сегодня, что он делал? Он, по сути дела, накладывает такие, знаете, жгуты, все более тугие и тугие, пытаясь остановить это кровотечение. Но проблема, как бы, на первый взгляд, разумное действие, так и надо делать. Но проблема в том, что внутри сейчас российского экономического организма, внутри вот этой экономики сидит огромная, сейчас сочащаяся кровью раковая опухоль. Эта опухоль, это война и военно-промышленный комплекс. Если не убрать вот этот источник кровотечения, то кровотечение никакой не остановить, потому что это главный источник кровотечения. Центральный банк, повышая ставку, он не опухоль эту лечит, да, а он накладывает жгуты не на военную экономику, не на вот эту опухоль, он накладывает жгуты на гражданскую, на невоенную, на обычную экономику. То есть он, проще говоря, перекрывает доступ крови, доступ денег в руки, в ноги, в голову. Эти руки, ноги, голова начинают неметь, тупеть, отсыхать, отваливаться и так далее. Но доступ крови, то есть денег в раковую опухоль, то есть в военно-промышленный комплекс России и в армию, он не просто не останавливается, он нарастает. То есть опухоль начинает расти еще быстрее. В масштабах такой огромной страны, как Российская Федерация, смерть вот этого, ну, сначала отсыхание, онемение и отваливание всех этих жизненно важных органов, это не быстрый процесс, но все же он, этот процесс идет, и он ускоряется. О том, что он ускоряется, мы можем как бы свидетельствовать о том, что Центральный банк ставку повышает и повышает. Если бы он немножко понизил, значит бы этот процесс немножко замедлился, и то есть можно отпустить вот эти же самые жгуты, но нет, они повышают и повышают ставку, потому что ситуация становится все хуже и хуже. Этот процесс идет, и деньги, и, соответственно, доступ денег к нормальной российской экономике, которая не военная, там, не знаю, производство каких-нибудь мебель, или производство, не знаю, молотков и гвоздей, хотя уже даже и молотки и гвозди, по-моему, в России сейчас производятся, в Китае. Так зачем же Центральный банк России, спросите вы, повышает эту ставку, если, в общем, никакого толку от этого повышения нет? Да затем он это делает, что совсем ничего он не делать не может, то есть они обязаны как-то реагировать. У них написано, и вообще во всех учебниках по экономике, что если у вас высокая инфляция, вам надо повышать учетную ставку. И они ее повышают. Правда, в этих учебниках по экономике сказано, что если у вас инфляция растет на фоне войны, то в первую очередь вам войну надо прекращать, потому что если война не будет закончена, то инфляция у вас продолжит оставаться высокой. Но, как вы понимаете, Эльвира Набиулина, которая является главой Центрального банка России, она не может прийти к Владимиру Путину и сказать, «Слушай, дорогой, давай останавливай войну, выводи войска из Украины, потому что у нас тут инфляция совсем обезумела». В этом случае Путина уволят, а то и в тюрьму посадят. Поэтому нет, она ничего такого не говорит. И, в общем, она неплохо устроилась, пригрелась, она мультимиллионерша, поэтому ей-то, в общем, особо не дергаться не надо. Она делает, как написано в учебниках, и, в общем, никто ее за это не наказывает. Ну и что? Все уже видят, то есть пошло уже огромное количество комментариев вот этой ситуации с повышением учетной ставки от разных экономистов, наблюдателей и людей, финансистов, ну, профессионально занимающихся этим вопросом. Так все говорят, что пациент, то есть российская экономика постепенно загибается. То есть вот это, то, что произошло сегодня, оно свидетельствует о том, что дела совсем фиговы. Ну и смотрите, если бы даже происходило только то, что происходит сейчас, то есть вот все явления в российской экономике, которые нынче происходят, то с такими темпами повышения ставки, как сейчас, то в 25-м году вся российская невоенная экономика, к ней доступ денег из-за мер, принимаемых центральным банком, полностью остановится, и вся военная российская экономика умрет. Причем сама Эльвира Набиулина, глава Центробанка, сказала, что главной проблемой, главной опасностью российской экономики сейчас является так называемая стакфляция. Это что? Это то, что ситуация, когда, если продолжать аналогию, руки-ноги уже отсохли у организма, а кровь из него продолжает сочиться, и опухоль эта продолжает расти. Еще раз, это не я говорю, это говорят российские официальные лица, что вот именно вот эта стакфляция, то есть падение производства в нарастающей инфляции, это и есть то, что, скорее всего, ждет российскую экономику в 25-м году. И они говорят, нужна срочная бюджетная нормализация. Что такое бюджетная нормализация? В переводе с банкирского, российского, это остановка войны. Но пока это, как мы понимаем, не очень реалистично. Останавливать войну Владимир Путин точно не собирается. С инфляцией ничего они поделать не могут. Поэтому мой прогноз, что в 25-м году инфляция российскую экономику, российский бюджет и российский режим прикончат. Знаете, вот мне эта ситуация действительно напоминает как бы лечение ракового больного негодными средствами. Это ему можно сделать миллион компрессов, поставить ему все горчичники на свете, дать ему тонну аспирина. Но даже врач, точнее, не врач, поймет, что вот такими методами лечения больного спасти не получится. Тут совсем другая терапия нужна. Там нужна химиотерапия, радиотерапия нужна, хирургия и так далее. Всего этого Владимир Путин не хочет, потому что в этом случае, скорее всего, он сам будет арестован, сядет в тюрьму, а может быть, даже убит будет. Поэтому он готов применять до конца вот эти аспирин и горчичники при лечении огромной раковой опухоли. Ну и, в общем, глядя на это, все экономисты уже, в общем, консенсус есть, понимают, чем дело кончится. Но сейчас не только инфляция, как я сказал, в России начинается, но и спад производства очень серьезный. И Министерство экономического развития России вот на днях выпустило доклад, в котором объявило, что в 25-м году российскую экономику ждет переохлаждения. Это означает резкий спад производства промышленного, резкий спад доходов, инвестиций и так далее. То есть это замирание экономической активности в стране. Это вот ровно та самая стакфляция, собственно, и ожидается. Сейчас экономика России, по общему признанию экономистов, перегрета, то есть всегда наблюдается перегрев экономики. А в следующем году она будет переохлаждена. То есть, по сути дела, то, что мы видим, это такие колбасит экономику, у нее судороги идут. Если человека крючат в судорогах, в данном случае экономику, не человека, то это не от того, что он такой активный и подвижный, а от того, что он помирает. Собственно, именно это и происходит с российской экономикой. Тут, конечно, сам собой встает вопрос, ну а как же нефть России? До фига нефти? Может быть, с помощью нефти, как лекарство, она вылечится и сможет продолжаться существование. Но нет, сегодняшняя новость буквально. Цитата. Обвал мировых цен на нефть в сентябре потянул за собой котировки российского сорта нефти Юрлс и уронил доходы нефтяных компаний. Как сообщает Блумберг в начале недели, стоимость нефти России в портах Балтийского моря впервые с начала года опускалась ниже 60 долларов за баррель. А этот порог называется, это уже я от себя дальше говорю, называется болевым порогом российской экономики. Если нефть ниже 60 долларов российская продается, то это означает, что Россия не может свести концы с концами, то есть бюджет уже не сводится. За две недели российская нефть подешевела на 12 долларов или на 18 процентов. И текущие уровни, это около 60 долларов за баррель, точно являются некомфортными для федерального бюджета. Об этом пишут аналитики Росбанка. Конец цитата. То есть мы видим, что даже с нефтью сейчас очень серьезная проблема. Не хватает денежных нефтяных доходов российскому бюджету для поддержания нормального состояния. Почему же нефть дешевее? Да потому что, во-первых, не растет китайская экономика. Она уже долгое время находится в стагнации. Китайцы там рисуют себе какой-то рост в 4-5 процентов. Но я, если честно, вообще не верю. И многие даже уже экономисты серьезные тоже не верят. Потому что я, конечно, не серьезный экономист. Но когда я говорил, что я не верю, надо мной смеялись. А сейчас уже многие такие экономисты именитые говорят, что, по-моему, что там китайское статистическое ведомство рисует эти цифры. Нифига там никакого роста нет. Плюс структура энергетического потребления в Китае очень сильно меняется. Больше половины машин там сейчас продается. Это уже машины полностью электрические. То есть не нужно столько бензина китайцам, как нужно было раньше. Китаю из-за спада экономики и вот этого перехода на электротранспорт нужно все меньше и меньше нефти. А Китай, наряду с Индией, является, по сути, вот эти две страны, которые сейчас покупают российскую нефть. Никто другой российскую нефть не покупает. Если у вас там две трети экспорта идет в Китай и одна треть в Индию, и Китай резко сокращает потребление нефти, то понятно, что у вас будут проблемы с этой нефтью. Плюс нефть дешевеет из-за чего? Из-за того, что на фоне роста производства сланцевой нефти в США и вообще производства нефти в США, добычи нефти, ОПЕК, то есть мировой картель производителей нефти, прекращает потихоньку соблюдать свои квоты на добычу. Почему? Потому что, по сути дела, этими квотами, то есть добровольными ограничениями на производство нефти арабы спонсируют американцев, которые никаким квотом не придерживаются. То есть арабы занижают цены, но при этом они занижают и свои доходы, а американцы этим пользуются и продают столько нефти, сколько хотят. То есть арабам это надоело, ситуация, они говорят, все, мы будем увеличивать производство нефти, потому что, условно говоря, нужно какой-нибудь арабской стране для наполнения бюджета получить 100 миллиардов долларов в год. Они могут продать немного нефти за дорого и получить эти 100 миллиардов, или они могут продать много нефти задешево. Вот они говорят, будем продавать много нефти задешево сейчас, чтобы получить все те же 100 миллиардов. И они решили, что раз задорого продавать не получится, то продадим много и задешево. Россия не может продавать много задешево, потому что у нее добыча сокращается из-за отсутствия... В России очень тяжело добывать нефть, потому что там, ну, это все на северах обычно происходит, там очень сложно геология, и для того, чтобы добыть нефть, нужны очень крутые технологии, инвестиции, материалы и так далее. Все это было западное. Все это из России ушло, поэтому сейчас Россия не может полноценно добывать нефть. Добыча нефти в России сокращается. И они не могут взять и нарастить добычу нефти, чтобы компенсировать выпадающие доходы. Плюс, как я сказал, у них нет покупателей из-за санкций. Только Индия и Китай покупают, а у Китая сейчас еще и спрос сокращается. Поэтому Россия может продавать нефть только сейчас, в нынешних условиях. Мало и задешево. Из-за этого у нее будет мало денег. Плюс еще надо добавить огромные издержки на добычу. Как я сказал, нефть добывается в сложных геологических условиях. В Западной Сибири ее обычно тяжело оттуда доставать, везти куда-нибудь в порт. Это стоит денег. Это огромные деньги идут. Плюс еще на конвертацию валют. Потому что какие-нибудь индусы платят в рупиях. Эти рупии превращаются в дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов. Потом эти дирхамы превращаются в криптовалюты. Потом криптовалюты во что-то еще. И потом только это превращается все в рубли. На каждом колене этой цепочки, необходимо выплачивать какие-то посредникам, необходимо выплачивать какие-то деньги. И в результате Россия очень много теряет от нефтяных доходов. Конечно, не в ноль будут торговать, но прибыли от торговли российской нефтью сократятся, упадут очень-очень сильно. Бюджет Российской Федерации недосчитается десятков миллиардов долларов доходов. Вот начиная с сентября и дальше. Потому что пока, насколько я видел прогнозы Международного энергетического агентства, они говорят, что цена на нефть будет только сокращаться. Нет причин к тому, чтобы цена на нефть начала расти. И вот нехват, то есть сокращение потока денег в российский бюджет из-за, в том числе, сокращения нефтяных доходов еще сильнее, естественно, подстегнет инфляцию внутри России. То есть инфляция будет разгоняться еще быстрее. Короче, при текущих тенденциях нефть Россию в 2025 году не спасет. Продажи нефти Россию не спасти не сможет, потому что сама нефть дешевеет. И количество этой нефти, поставляемой на рынке из России, сокращается. Изменятся ли тенденции общемировые? Я думаю, что едва ли они поменяются, потому что вряд ли от китайской экономики сейчас стоит ожидать какого-то бурного роста. Более того, сейчас с очень высокой вероятностью могут начаться процессы снижения экономики в Европе и в США. Ну и, помимо всего прочего, раз уж мы американцы вспомнили, американцы сейчас очень усердно работают над тем, чтобы инфляция в Российской Федерации росла как не в себя, а экономика, наоборот, умирала. В Америке есть там в Министерстве финансов США целый департамент, который занимается решением этой задачи. Там работают очень умные, очень способные ребята, которые делают все возможное и невозможно для того, чтобы давить, душить российскую экономику. Они с этим справляются, с этой задачей очень эффективно. На самом деле, если мы посмотрим, буквально с апреля где-то действуют эти вторичные санкции против тех стран, которые пытаются России обойти санкции, и уже сейчас эффект от действия этих санкций становится абсолютно убийственным для российской экономики. Ключевое вообще направление всех этих санкций, что они хотят добиться этими санкциями? Уничтожить экспорт в Российскую Федерацию всякой всячины из других стран мира, в первую очередь из Китая. Вот уже сейчас американцы сделали так, что попытка продать что-либо из Китая превращается в огромную головную боль, сопряженную с налажением американских санкций на тех, кто поставляет или помогает поставлять те или иные продукты или оборудование в Россию, в отношении тех, кто ведет эти продажи. В этой сфере, в сфере санкций, принимаются все новые и новые меры. Буквально каждый месяц что-то новенькое американцы придумывают, чтобы заткнуть дырки, которые пытаются прогрызть в этой санкционной стене российские бизнесмены, пытающиеся выйти на мировые рынки. Но нет, американцам все эти дырки закрывают моментально. Я думаю, что на каком-то этапе вот этой борьбы неравной китайские бизнесмены поймут, что для них же дешевле подальше держаться от клиентов из Российской Федерации, чем выстраивать какие-то отношения с ними, даже если через посредников. Они поймут, что нет, оно того не стоит, овчинка этого идолки не стоит. Ну и самим посредникам американцы регулярно, теперь каждый месяц, откручивают, фигурально выражаясь, все возможные и невозможные нежные места за попытку обойти американские санкции и попытку наладить торговлю с Российской Федерацией. Короче говоря, бизнес торговли с Россией становится очень опасным. Я уже не говорю о том, что если какое-то российское предприятие там перечислило кому-то деньги за поставку китайских товаров, а товары в Россию не пришли, то жаловаться международные суды это российское предприятие не может, потому что изначально торговля с Россией по американским международным законам сейчас является, по сути дела, бизнесом нелегальным. Поэтому даже через третьи страны вести торговлю очень сложно, очень рискованно с Россией. И, ну, надо понимать, что Америка, Америка вообще-то огромная, умная, очень мощная система, которая просто сжирает всех, кто постоит на ее пути, просто уничтожает, давит без всякой жалости, без всякого права на реабилитацию. Еще раз я хочу отметить, вторичные санкции работают только с апреля, в 25-м году, то есть меньше, чем полгода, в 25-м году эти санкции превратятся, превратятся, как мне кажется, в какую-то громадную, просто супер жесткую систему, и в то же время гибкую систему, которая просто никому не даст возможности без последствий уничтожительных абсолютно для себя торговать с Российской Федерацией. И мне кажется, что в 25-м году либо импорт из Китая в Россию остановится, или почти полностью остановится, всегда, конечно, будет там кто-то ввозить там на себе какие-то маленькие детальки, ну, либо Китаю придется останавливать экспорт в Америку за то, что под воздействием санкций. А это потеря триллионов для Китая, конечно, Китай на это никогда не пойдет, Китаю гораздо проще прекратить торговые отношения с Россией, чем с США и Европой. Ну, а причем, знаете, как я скажу, если, например, остановится китайский экспорт в США, для Америки это будет тяжело, но все-таки они переживут, американцы как-то, к их услугам весь остальной мир для приобретения того или иного товара. А вот если, значит, в Россию прекратится китайский экспорт, то есть китайские товары перестанут приезжать в Россию, для России это будет катастрофа, полная катастрофа, российская экономика не сможет существовать без импорта из Китая. Ну и смотрите, что получается. Невоенная экономика России умирает сейчас из-за высоких ставок Центрального банка, потому что своих товаров нет, из-за того, что российская экономика умирает. Военная экономика российская заливает все вокруг кровью, деньгами и деньгами как кровью, в качестве крови. Ну а импортных товаров тоже уже нет из-за того, что вот санкции. Будут, конечно, как я сказал, что-то в Китай тайно завозить, контрабанды, точнее не в Китай, а из Китая в Россию. Контрабанды будут завозить, но цены на вот эту контрабанду будут, конечно, очень большие. Что такое цены большие и что такое нехватка товаров? Это дефицит и еще больше, еще более высокая инфляция. И еще раз, остановить вот эту спираль экономической смерти, нисходящую спираль экономической смерти, вот сказанул, да, можно только прекращением войны. Только прекратив войну, Российская Федерация сможет эту проблему решить. Иначе никак. Ну просто нет других способов в современном мире решить эту проблему. Кстати, в октябре может произойти еще одна очень смешная история. Американцы вроде как собираются запустить, то есть они вообще-то, говорят, уже запустили, но отложили на несколько месяцев, вот, в строй санкций против китайских банков, которые торгуют юанями на российской фондовой, точнее валютной бирже. И это приведет к тому, что в России просто не будет тех самых юаней. Не останется юаней, как сейчас почти, ну там запрещена торговля долларами и евро, если нельзя будет торговать юанями, то криптовалюты в Китае запрещены, поэтому вообще непонятно, как и чем россияне будут расплачиваться за китайские товары. То есть я, например, не очень понимаю, как они будут выкручиваться из этой ситуации, по-моему, никак. Ну, знаете, есть еще резервный фонд, точнее фонд национального благосостояния, но и этот фонд, очень быстро иссякая с текущими темпами расходования средств из этого фонда, он в 25-м году тоже закончится. Перед, тут, смотрите, немножко давайте назад откатим, перед началом большого вторжения в Украину. В 22-м году у Российской Федерации были огромные, гигантские, по-настоящему гигантские резервы. Владимир Путин копил эти деньги на войну 20 лет. И на войну, которая шла бы 3 дня, хорошо, 3 недели, этих денег хватило бы, даже с избытком хватило бы. Но на войну в 3 года не хватает. Тут уже 2,5 года прошло войны, и эти деньги заканчиваются. Экономика Российской Федерации остается без крови, она обескровлена, она умирает. Это уже официально признано Центральным банком России. Знаете, если бы я жил сейчас в России, я бы, наверное, набрал бы кучу кредитов с погашением в 26-м, в 27-м году, потому что из-за инфляции, которая растет и становится все выше и выше, нынешние миллионы в 26-м, 27-м году превратятся в пару тысяч, или там, может быть, в пару сотен даже. То есть отдавать эти деньги будет очень-очень просто. Если сейчас набрать кредитов, что-нибудь на них купить, то потом отдать эти деньги будет совсем не проблема. Если вообще, конечно, придется отдавать эти деньги. Почему? Потому что вся система сейчас близка к коллапсу российская. И мне кажется, что может сложиться ситуация так, что через пару лет нынешних банков в России, может, уже и не будет никаких, и поэтому отдавать никому не придется. Вообще, куда выбраться из этой могилы, куда катится российская экономика, будет очень-очень непросто, просто в силу объективных экономических параметров. Потому что Российская Федерация, вообще власть российская, она как-то так затеяла войну не только против Украины, но и против объективной реальности. Конечно, в России с помощью законов, указов, пропаганды, цензуры и так далее, объективную реальность, по крайней мере, существующую в мозгах людей, как-то ее подкрутили, подправили, изменили, и это, да, можно сделать. Но объективную экономическую реальность изменить с помощью указов, пропаганды и каких-то лозунгов не получается. Это невозможно. Объективная экономическая реальность, она все равно сильнее любого человека, сильнее любой пропаганды. Вот она сейчас приходит, так сказать, собрать урожай, свой жестокий урожай с российской экономики и, в общем, отправить ее в небытие.